Вы слушаете чтение Библии. Второе июня. Книга Судей с одиннадцатой по четырнадцатую главы. Глава одиннадцатая. Иефай Галаадитянин был человек храбрый. Он был сыном блудницы. От Галаада родился Иефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих, и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через некоторое время Аммонитяне пошли войной на Израиля. Во время войны Аммонитян с израильтянами пришли старейшины Галаадские взять Иефая из земли Тов, и сказали Иефаю, «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с Аммонитянами». Иефай сказал старейшинам Галаадским, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины Галаадские сказали Иефаю, «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с Аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей Галаадских». И сказал Иефай старейшинам Галаадским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с Аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины Галаадские сказали Иефаю, «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами Галаадскими, и народ поставил его над собой начальником и вождем, и Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в массифе. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать, «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь Аммонитский сказал послам Иефая, «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Орнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром, и я отступлю». И возвратились послы к Иефаю. Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому сказать ему, «Так говорит Иефай, Израиль не взял земли Моавицкой и земли Аммонитской. Ибо, когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Чермному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать, «Позвольте мне пройти землей твоей». Но царь Эдомский не послушал, и к царю Моавицкому он посылал, но и тот не согласился, поэтому Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустыней, и миновал землю Эдомскую и землю Моавицкую, и, придя к восточному пределу земли Моавицкой, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавицкие, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль, послов к Сигону, царю Амморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему, «Израиль, позволь нам пройти землей твоей в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом Виатца, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Амморея, жившего в земле той, и получили они в наследие все пределы Амморея от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амморея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сепфора, царя Моавицкого? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет триста лет в Есивоне и в зависящих от него городах, в Ароере и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я невиновен пред тобой, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войной. Господь судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае Дух Господен, и прошел он Галаад и Моносию, и прошел массиву Галаадскую, и из массивы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал, если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу, мне будет Господу, и вознесу это на всесожжение. И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Менифа двадцать городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в массиву, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься. Она сказала ему, отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отомщение врагам твоим аммонитянам. И сказала отцу своему, сделай мне только вот что, отпусти меня на два месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал, пойди, и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обед свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, четыре дня в году. Глава двенадцатая Ефремляне собрались и перешли в Севину и сказали Иефаю, для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собою? — Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе. Иефай сказал им, я и народ мой имели с аммонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аммонитян и предал их Господь в руки мои. — Зачем же вы пришли ныне воевать со мной? И собрал Иефай всех жителей галаадских, и сразился с ефремлянами, и побили жители галаадских ефремлян, говоря, вы беглецы Ефремовы, галаад же среди Ефрема и среди Моносии. И перехватили галаадитяне переправу через Иордан у ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян говорил, позвольте мне переправиться, то жители галаадские говорили ему, не ефремлянин ли ты? Он говорил, нет. Они говорили ему, скажи, шиболет, а он говорил, сиболет, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закалывали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян сорок две тысячи. Иефай был судьей Израиля шесть лет, и умер Иефай галаадитянин и погребен в одном из городов галаадских. После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было тридцать сыновей, и тридцать дочерей отпустил он из дома в замужество, а тридцать дочерей взял со стороны за сыновей своих и был судьей Израиля семь лет. И умер Есивон и погребен в Вифлееме. После него был судьей Израиля Елон Завулонянин, и судил Израиля десять лет. И умер Елон Завулонянин, и погребен в Аеолоне, в земле Завулона. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гелела, Перафонянин. У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездивших на семидесяти молодых ослах. Он судил Израиля восемь лет. И умер Авдон, сын Гелела, Перафонянин, и погребен в Перафоне, в земле Ефрема, на горе Амалика. Глава тринадцатая Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет. В то время был человек из Цоры, из племени Данова по имени Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, — Вот ты неплодно и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец этот будет на заре и Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему, — Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божьего, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне, — Вот ты зачнешь и родишь сына, и так не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет на заре и Божий. Маной помолился Господу и сказал, — Господи, пусть придет опять к нам Человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему, — Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маноя встал и пошел с женой своей, и пришел к тому человеку, и сказал ему, — Ты ли тот человек, который говорил с этой женщиной? Ангел сказал — Я. И сказал Маной, — Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем этими, что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною, — Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Маной ангелу Господнему, — Позволь удержать тебя, пока мы приготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною, — Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господнему, — Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему, — Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение, и вознес Господу на камни, и сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей, — Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему, — Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам этого. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господен действовать в нем в стане Дана между Цорой и Эстаолом. Глава четырнадцатая И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, — Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Возьмите ее мне в жены. Отец и мать его сказали ему, — Разве нет женщин между дочерьми братьев твоих и во всем народе моем? Что ты идешь взять жену у филистимлян, необрезанных? И сказал Самсон отцу своему, — Ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случай отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух господен, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, его трое пчел в трупе львином, и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогой. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед этот. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон, загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Они сказали ему, загадай загадку твою, послушаем. И сказал им, из едящего вышло еда мое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадку в три дня. В седьмой день сказали они жене Самсона, уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас? И плакала жена Самсона перед ним и говорила, ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее. Он сказал ей, отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю? И плакала она перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его. А она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Он сказал им, если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки. И сошел на него дух господен, и пошел он в Аскалон, и, убив там тридцать человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсона вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!